МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Боялось, страшно было. Я проснулся, мне папа сказал, говорит, началась война. Прямые попадания прямо в квартиру, там ноги, руки отрывают. Люди стояли на банкомате, деньги получали. На ряду баллов, сотые, двое сразу. Дело в том, что у меня нет дома. Папа мой защищает, он пришел в Славянский. А я с бабушкой живу. Просто охраняю бабушку, чтобы с бабушкой быть. И все. Решили выехать просто, чтобы мало ли что. Вы когда выезжали, были военные действия? Ну, да. Боялось, страшно было. О, точно, я же еще, мы с бабушкой были во дворе и бачили ракеты. Они летели над нам, прям две штуки. Одна с Александровки. Ну, и пришлось нам из-за этого, короче, выехать. Там и самолеты летали над нами. Ну, это были и наши самолеты. Просто, ну, все равно, как все было страшно, потому что они летают, друг, что ничего не знаешь. Мы утром, папа, там, мама просыпаемся. До нас бабушка приходит. Ну, она у нас по соседству, по соседству, на другой улице. Она пришла и говорит, война началась. Мы давай включать новости. Включил и бачим войну. И слышно было бах, бах, бах. Ну, так вот, потом мы через несколько дней, папа потом... Ну, он еще до этого хотел пить в армию. А получилось так, что он пришел, как раз, когда война. У нас еще не было, ну, самых военных действий, но по новостям мы смотрели, уже в Барвенково, это недалеко от нас поселок, уже начинают наступать, и все вот эти взрывы постоянные, ракеты некогда пару раз пролетали, у нас бабушка там на суете была. Мы решили не ждать пока, чтобы под обстрелами выезжать, и решили раньше немного уехать. Ну, говорили нам эвакуироваться, предоставляли автобусы, на западную Украину вывозили, некоторые мои друзья уехали. Но мы решили, ну, чуть позже это мы к этому пришли, где-то дней через пять, и мы так смотрим, и все эвакуируются, и по новостям предлагают, ну, то есть объявляют эвакуацию, все областную. И мы решили не ждать долго, и тоже поехали. Утром я проснулся, мне папа сказал, говорит, началась война, то есть я дальше уже смотрю все новости, все видео об этом, в ТикТоке, даже, например, в Ютубе в том же, и просто все новости, которые всплывают где-то. И так и узнал, ну, как и все, в принципе, думаю. Вот рослись и ворота во дворе вот так вот ходили, и окна вибрировали, ну, то есть там рядом все это. Не знаю, откуда, насколько это было далеко, но по ощущениям близко было. Учусь у нас в лицее там местный, я трактористом буду, надеюсь, буду, блин. Хотел бы доучиться, но пока так. Мы сидели, тянули до последнего, когда уже в соседний дом там прилет был прямо, и тогда уже уехали. Вы езжали самостоятельно или эвакуировались автобусом? Самостоятельно. Потому что, ну, на тот момент в Авдеевке на эвакуацию были большие достаточно очереди. Проблематично было выехать, но самостоятельно поезжали. Обстрелы, авиаудары? Обстрелы, ну, каждый день. Вы это тоже наблюдали? Да, ну, спали в коридоре. Спать было невозможно из-за шума. У нас, наверное, процентов 15 только от Авдеевки осталось целых домов. Дырки в домах, прямые попадания прямо в квартиру. Ну, вот, прямое попадание в квартиру было, у мужчины челюсть просто вылетела непонятно куда-то в окно. Там ноги, руки отрывает. Люди стояли на банкомате, деньги получали. Тоже снаряд упал, двухсотые, двое сразу. Вот из личного такого воды в Авдеевке нет. Мы пошли на болерную, там, скважину, воду набирать. Начались прилеты по городу, все лицом в землю. Ну, скажите, ваш дом пострадал в квартиру? Ну, окна вылетели. Ну, у нас многоэтажка, мы в квартире живем. И так, осколочное повреждение только. Вы работали или учились? Ну, мы учимся. Мне вот диплом писать в этом месяце нужно было. Четвертый курс. И я в Покровске тогда был. Ну, я там в универе учусь. И утром просыпаюсь, сразу телефон, телеграмм, новости. Там, в Харькове, в Киеве взрывы. Я думаю, ну, что это вообще? Ну, как это? Как будто почитал, что Россия, там, как они вот это называют, военная операция. Начала свою военную операцию. Я сначала не мог долго поверить. Ты до сих пор тут находишься, думаешь, ты где-то там в Днепропетровской области, в каком-то селе. Но тяжело вериться до сих пор. Ну, почитал, посмотрел, офигел. Потом, когда это все начало набирать обороты, я сначала думал, ну, не коснется нас. Как-то быстро это, может, порешают. Как-то дипломатическим путем. А потом, когда уже дошло и до нас, причем дошло очень так стремительно, быстро, страшно, громко, непонятно, тогда вот уже думали, как хотя бы выжить. Мы только садимся кушать, сразу начинаются прилеты. И мы бегом в коридор, ложимся. Спокойно эвакуировались или... Ну, обстрелы были тоже. Да, ну, ехали по дороге, прям воронки такие. Тяжело выехать было на машине, да. Но мы так время подобрали, когда эвакуационный автобус ехал, и мы за ним ехали. Поспокойнее было. А так тоже, вот, когда выезжали, нас забирал мой дядя, мам и брат. Не было ни света, не было ни связи. Мы даже дозвониться не могли, мы не знали, выехал он за нами или нет. Ну, как это все закончится, так сразу. Там все родное. Не знаю, останется ли что-то от города, потому что, ну, там каждый день летит, каждый день строение, разрушение, хаос один. Ну, планируем. Если все будет нормально, поедем до дома. А если не нормально, придете, выезжайте отсюда, наверное. Ну, а так хочется вообще до дома. Ну, просто дома лучше, чем тут. Единственное, что у нас в головах сейчас, это лишь бы кончилась война. А там уже все планы, все, что уже можно. Мы очень надеемся, что там все прекратится, и мы все-таки вернемся домой. Очень хочу. Там все у меня, ну, все, не знаю, друзья даже. Ну, друзья, то это так, друзей, ну, можно найти хороших тоже. Просто все там. Вся жизнь наша там. Снаряды летели, людей разрывало. Мы жили в подвале две с половиной недели. Все сгорело у нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова